Приветствую вас, вы знаете, вот что-то мне подсказывает, что-то мне подсказывает, что вы понимаете, дело не в возрасте. Дело не в том, можно ли влюбиться в кого-то на 12 лет старше или младше, дело здесь совсем в другом. Я не сторонник того, чтобы прямо сходу говорить, что отношения у вас не получатся. Но я не сторонник и того, чтобы говорить, что у вас отношения однозначно получатся и что вы сможете справиться со всем и так далее. Вот. Я поясню, почему я так считаю. Дело в том, что мужчина, ваш молодой человек, он влюбился, скорее всего, не в вас. Ну вот, как это видится мне, конечно. Он влюбился не в вас, а влюбился он скорее в тот образ, который вы создали ему. То есть, когда вы помогали человеку, когда вы, ну я не знаю, может быть, пожалели его, его, да? Ну вот. А это, это, у него закрепился. То есть, такой образ восприятия вас у него закрепился. И видит он вас именно так сейчас. Как кого-то, кто ему, грубо говоря, помогает. Как кого-то, кто, грубо говоря, для него что-то делает. Как кого-то, в кем он нуждается. И с этой позиции вам, ну, на мой взгляд, прежде чем выстраивать с ним отношения, да? Вы можете его, как бы это сказать, проверить. Вот. Проверить его. Что это значит, проверить его? Проверить его. Проверить его, это означает, эээ, изменить свой образ. Эээ, в его глазах. То есть, если раньше вы ему помогали, вы его велели, вот. То сейчас нужно до него донести. Что если ты меня любишь, как ты говоришь. А если я хочу быть с тобой, то такие отношения, какие у нас были до этого, нужно прекращать. То есть, я не могу, например, жалеть своего мужчину, да? Не могу и не хочу жалеть своего мужчину и помогать ему. Потому что, ну, в этом, в этом ключе я тогда кто, да? Вот. И посмотрите, как у него будет, эээ, какой у него будет реакция на ваши действия, эээ, на ваши слова, эээ, на ваши поступки. Примет он это, не примет он это. Вот, на мой взгляд, эээ, это и будет показателем. Потому что, если мужчина к вам, эээ, привязан только из-за помощи, как вот мои эээ, коллеги говорят. То эта помощь, она прекратится, да? Её не будет. Помощи. И, соответственно, вы сможете ответить сами себе на этот вопрос. Эээ, как мужчина вас воспринимает. И вы сможете ответить себе на вопрос, стоит ли начинать отношения или нет. То есть если мужчина будет с вами ссориться, если мужчина будет, эээ... конфликтовать, если мужчина, мужчина будет, эээ, недоволен, эээ, тем, что, эээ, вот, вы ээээ, перестали и, эээ、 ему, там, помогать и так далее и вот, и так далее и так далее. что понятно, что отношения ваши будут везти никуда, это понятно. Потому что, ну, в этом случае, по факту, вы просто-напросто реально для него мама. Вот. И всё. Здесь, как бы, говорить даже не о чём. А если ситуация такова, что мужчина отнесётся к этому с пониманием, да, с пониманием, и воспримет это, ну, здраво, что мне кажется, что вполне можно такие отношения и построить. Почему бы и нет. Вот. Что касается того, может ли влюбиться, может, парень женщина старше себя, может, влюбиться может. Может ли любить, это вот, на мой взгляд, разные вещи, да, влюбиться и любить. Может ли любить, я бы не сказал. Я бы не сказал. Потому что, ну, вот, мужчине 18 лет, да, он взрослеет. Он взрослеет. И он подрослеет, он станет другим, более зрелым. И он либо будет относиться к вам иначе, чем сейчас относится, ну, в любом случае, иначе, либо он будет вас прессовать, то есть пытаться подчинить себе, потому что вы будете напоминать ему по факту о том, кто он, кем он был, а мужчине не очень, знаете, приятно вспомнить о том, что он когда-то был слабым, вот. Либо он просто с вами не сможет быть в отношениях, ну, опять же, потому что вы напоминаете ему о его слабости, слабости, вот. Но вместе с этим, вместе с этим, нельзя и отрицать что-то отношения, любовь возможна. Правда, меня немного смутило, что вы сказали, что он заявил вам о том, что любит вас. То есть обычно, как-то, знаете, ну, не заявляют о любви, обычно о любви-то всё-таки как-то говорят, признаются, но не заявляют. То есть вот то, что вы сказали про заявление, это меня немножко смутило, вот, потому что, ну, всё-таки, есть, ну, есть немного странное в этом что-то, в том, что он вам именно заявил. тем не менее, я допускаю, что вот, может быть, просто такая формулировка, и отсюда, эээ, следует ответ на ваш вопрос. Эээ, значит, значит, смотрите, можно вступать в отношения и начинать отношения, эээммм, только после того, того, как вы, а, проверите своего мужчину, именно проверите своего мужчину, да, то есть вот, без жалости, без помощи такой вот, серьезно, кстати, вы ничего не написали по поводу себя, выйдет к нему сами, как относитесь, какие у вас чувства к этому человеку, вот, после проверки, и только если вы реально готовы к тому, что мужчина может вас, например, бросить, ну, то есть если вы готовы наслаждаться вот каждым мгновением, проведенным с ним. Вот только в этом случае я рекомендую вам с ним находиться в отношениях. Только в этом случае, по моему мнению, имеет смысл с мужчиной выстраивать какие-либо связи. Потому что в противном случае, в противном случае, кто-то из вас обязательно будет страдать. И я не думаю, что вам этого хочется. так что, я полагаю, полагаю, я полагаю, что решать этот вопрос нужно вам, либо с самой, либо с мужчиной поговорить, знаете, такой, в качестве, в качестве первого серьезного разговора, да, на эту тему. Вот. Ну, если хотите, конечно. Если не хотите, то не надо. Я ни в коем случае вас не доставляю. Вот, я полагаю, так. А что касается любви, да, вы знаете, любви всего в конкурсе по-горному. И, на мой взгляд, если уж вы поняли, что у вас есть чувства, или что у человека есть чувства к вам, то не стоит от этого отмахиваться, и как минимум, как минимум, стоит попробовать. Потому что далеко не каждый день, я полагаю, вам, например, признаются, допустим, в той же, в той же любви, да, далеко не каждый день вам признаются в чувствах, вот. И мне кажется, мне кажется, что это здорово, это замечательно, когда такая ситуация происходит. Поэтому вы всегда успеете уйти, вы всегда успеете как-то, ну, дать задний ход, всегда успеете это сделать. Поэтому, я думаю, что не стоит торопиться. С этим не стоит торопиться. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Единственное, что мне бы хотелось задать вам вопрос, касательно того, что вы говорите, стоит ли начинать отношения, и могут ли получиться долгосрочные отношения. Вот это, если честно, меня насторожило. Почему? Потому что вы 30-летняя женщина, у которой вроде как отношения уже либо были, либо должны были быть, и которая, по идее, по идее, знает, чего хочет. А у меня вот складывается ощущение, что вы, ну, не так, чтобы очень здесь знали, чего вы хотели. И это неуверенность в себе. А неуверенность в себе есть, опять же, причины. И, прежде чем, чтобы вступать в отношения, где вам, скорее всего, придётся быть ведущей, по крайней мере, какое-то время, с причинами неуверенности в себе, может быть, даже с чем-то, чего вы боитесь, требуется разобраться. Иначе отношения ничего хорошего не принесут. не вам, не, ну, не молодому человеку вашему. Вот. Ага. И, собственно, определитесь для себя, для чего вам долгосрочные отношения. Именно для чего они вам. С какой, эээ, целью вы, эээ, ну, с какой, эээ, целью вы, эээ, хотите построить, именно, долгосрочные отношения. То есть, я хочу понять, для чего вам, лично, эээ, они нужны, эээ, нужны. Именно долгосрочные отношения. Что вы вкладываете в них, в это понятие. И может ли вам, мужчина, ваш, дать то, что вы хотите? Это, на самом деле, очень важно. Потому что, если, если вдруг, эээ, выяснится, что, мужчина вам не может дать, того, чего вы хотите. Если вы хотите. Опять же. Опять же, эээ, в отношения, эээ, с ним лучше не, эээ, не находиться. Для вам. В отношения с ним лучше, в отношения с ним лучше не вступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.